Hello, hello, друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами Елена Викторовна, и мы продолжаем с вами разбирать наш курс. Я рада, что он полюбился многим. Курс называется Sound Natural. И в данном уроке интересный оборот Speaking of. Слова-паразиты, к которым относится оборот Speaking of, очень популярны в речи. Это неудивительно. Они помогают нам скрыть паузы, скрыть процесс размышления, когда мы не знаем, что сказать, но и молчать нам не хочется. И вот одно из таких слов, вернее, оборот, это целая связка, которая звучит как Speaking of, соответствует русскому. Кстати, об этом. Говоря об этом. То есть это как бы вводная фраза, которая нам помогает продолжить мысль, которая вот вдруг нам пришлась, и мы считаем, что было бы оптимально и разумно сказать о ней именно сейчас. Смотрим на наши примеры. Speaking of the movies. Have you seen The Patriot? Кстати, о фильмах. Ты смотрел фильм Патриот? Я бы сказала так, например, в ситуации, когда, ну вот, к слову пришлось, значит, вот упомянуть фильмы, и вот как раз вот к слову мне пришелся именно фильм Патриот, и я скажу именно так. So, Speaking of the movies. Have you seen The Patriot? Видим, что название фильма здесь дали в кавычках, но как бы это не обязательно, часто очень имя дается и курсивом. Да, мы это тоже знаем. И еще, сразу видно, конечно, что данный оборот, он требует продолжения. Speaking of и дальше что-то, что-то должно быть. Что подойдет в роли продолжения? Естественно, подойдет существительное и герундий, который также будет выполнять роль существительного, то есть глагол с окончанием ing. Но чаще всего, конечно, будет какое-то понятие, да, потому что, кстати, об этой идее, кстати, об этом понятии. Speaking of the movies. Have you seen The Patriot? Speaking of honesty. I know a lot of people who don't pay bus fares. Кстати, о честности. Если уж говорить о честности, то я знаю очень многих людей, которые не платят за проезд в автобусе. Как видите, проблема массовая, не обязательно она относится к нашим людям, которые любят кататься зайцем в англоязычном мире, в частности, в Америке, то есть очень много таких людей. Итак, нас интересует оборот. Speaking of honesty. Говоря о честности. Кстати, о честности. Ну, тут понятное дело, что до этого была какая-то мысль, и мы хотим ее продолжить, и для этого подойдет данный оборот. Видим, что он также выделяется запятой, потому что он стоит в начале предложения, до подлежащего и сказуемого, поэтому вполне логично, что в данной позиции он будет выделяться запятой. Speaking of honesty. Говоря о честности. Honesty. Честность. Обратите внимание, что H не читается. Speaking of honesty. I know a lot of people. Я знаю много людей, who don't pay, которые не платят bus fares. Bus fares – это плата за проезд. Fair – это плата. Ну и, соответственно, bus fare – оплата проезда. Следующий пример. Speaking of Ben. Have you seen him recently? Кстати, о Бене. А ты его не видел в последнее время? Я так скажу, если вдруг в разговоре всплыл наш общий друг Бен, и я вот его, например, давно не видела. А может быть, ты его видел? Или может быть, ты его видела? Как у него вообще дела? Speaking of Ben. Have you seen him recently? Я спрошу в Present Perfect. Have you seen him recently? Потому что я намекаю на то, что я хочу узнать его последние новости. То есть здесь как бы есть подоплека, поэтому мы выбираем время Present Perfect. И последний пример. Speaking of bicycles. China is called the Kingdom of Bicycles. Кстати, о велосипедах. Китай называют королевством велосипедов. Честно говоря, не слышала я о таком термине. Но в Китае действительно очень много велосипедистов. Хотя я бы назвала, конечно, такой страной королевством велосипедов Голландию, без сомнения. Итак, здесь мы видим, что после of стоит существительное во множенном числе. Speaking of bicycles. Ну и как видим, что может стоять любое существительное в единственном числе, во множенном числе, абстрактное понятие, имя человека. Все, что угодно, может стоять после of. Speaking of bicycles, снова запятая. China is called. Китай называют. Is called – это пассивный залог. То есть не сам себя Китай так назвал, а его кто-то назвал. China is called – the kingdom of bicycles. Китай называют столицей велосипедов. Итак, давайте еще раз повторим наши примеры. Speaking of the movies. Have you seen the Patriot? Speaking of honesty. I know a lot of people who don't pay bus fares. Speaking of Ben. Have you seen him recently? Speaking of bicycles. China is called the kingdom of bicycles. Ну, видим, что у нас здесь интересные слова. Это, пожалуй, honesty – честность и kingdom – королевство. King – король. Это мы знаем kingdom – королевство, как дом короля. И теперь наш диалог. I can't wait until Valentine's Day. Speaking of Valentine's Day, how is your girlfriend? She's doing well. I took her out to dinner last night. Did you have a good time? Yeah, the food was delicious. Hey, speaking of food. Are you hungry? Let's grab a bite to eat. That sounds great. Let's get some Chinese food. Итак, переводим диалог. Я не могу дождаться дня Святого Валентина. Кстати, о дне Святого Валентина. Как там твоя девушка? У нее все хорошо. Вчера я пригласил ее на ужин. Вчера вечером. И вы хорошо провели время? Да, еда была очень вкусной. О, кстати, о еде. Ты голодный? Может быть, перекусим по кусочку чего-то? Да, отличная мысль. Давай пойдем в китайский ресторан. Итак, что здесь интересного? I can't wait. Не могу дождаться. Я жду очень сильно. Никак не дождусь. I can't wait until Valentine's Day. Я с нетерпением жду. Жду, не могу дождаться. Дня Святого Валентина. Не обязательно говорить send Valentine's Day. Можно говорить просто Valentine's Day. И вот сразу наш оборот. Speaking of Valentine's Day. Кстати, о дне Святого Валентина. Нам это удобно. Как раз нам в тему. Ну, и поэтому мы вот как бы объединяем предыдущую мысль и ту мысль, которую мы хотим сказать, посредством обороться с speaking of. Speaking of Valentine's Day. How's your girlfriend? Как твоя девушка? Ну, понятно, это в тему. День Святого Валентина. Любовь. Как там девушка? То есть, все логично. Все можно связать благодаря обороту speaking of. И видим, что после этого у нас здесь название праздника. She's doing well. I took her out to dinner last night. У нее все хорошо. She's doing well. Когда у человека все получается, все хорошо, все замечательно, мы об этом говорим, как правило, так. He's doing great. He's doing well. То есть, используем здесь continuous. Это уже, мне кажется, что-то ближе к устойчивому выражению. Поэтому нужно запомнить, что в этой ситуации He's doing fine. She's doing great. You're doing well. Мы используем кого-то, потом его действия в форме present continuous, а потом качество этого действия. Как правило, качество хорошее. She's doing well. У нее все хорошо. I took her out. Я ее пригласил куда-то вне дома. Take somebody out. Это пригласить кого-то в какое-то общественное место, как правило, имеется в виду кафе, ресторан. То есть, куда можно вдвоем пойти. Может быть, кинотеатр, как вариант, театр. I took her out. Есть конкретизация to dinner last night. Did you have a good time? Вы хорошо провели время. То есть, вы отлично провели время. Have a good time. Хорошо проводить время. Yeah, the food was delicious. Да, еда была вкусная. Мы знаем слово delicious. Высшая характеристика качества еды. The food is delicious. Еда очень вкусная. Ну, мы говорим о прошлом. The food was delicious. Еда была вкусная. Hey, speaking of food. Are you hungry? Let's grab a bite to eat. Кстати, о еде. А ты голодный? Давай, что-то перекусим. Speaking of food. Наш оборот. Далее. Are you hungry? Ты голодный? Let's grab a bite to eat. Оборот. Grab a bite – это что-то перекусить. Кстати, почему-то у меня этого не написано, хотя надо было. Let's grab a bite. Давай что-то перекусим. И есть конкретизация to eat, но на самом деле это понятно, что если мы хотим grab a bite, то мы хотим его съесть. Поэтому это необязательное уточнение. И оборот let's показывает наш призыв. Let's grab a bite to eat. Давай что-нибудь перекусим. That sounds great. Звучит отлично. Мне это нравится. That sounds great. Let's get some Chinese food. Давай, пойдем купим китайской еды. Тут вроде тоже все понятно. Так, друзья мои, диалог оказался очень простым. И давайте мы его теперь с вами прочитаем по ролям. Но давайте я буду человеком А, Александром, да, а вы будете его подругой Бонни, да, которая расспрашивает его о девушке. Начинаем ваша задача читать вашу реплику вслух. I can't wait until Valentine's Day. She's doing great. I took her out to dinner last night. Yeah, the food was delicious. That sounds great. Let's get some Chinese food. И теперь мы меняемся местами. Вы теперь будете Александром, а я буду его подружкой Бонни, которая расспрашивает о делах. Начинайте. Start, please. Speaking of Valentine's Day, how's your girlfriend? Did you have a good time? Hey, speaking of food, are you hungry? Let's grab a bite to eat. Okay, друзья, мы отлично. Думаю, все получилось. Ну, ничего такого мега сложного в нашем сегодняшнем диалоге нет. И говорить тут по факту не о чем. И поэтому я считаю, что урок можно заканчивать. Ваше задание, естественно, помимо того, что этот диалог надо выучить, поработайте еще с аудио, которое вы прямо сейчас услышите. Если урок вам понравился, жмите лайк. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Подумайте над своими собственными примерами. Кстати, тоже можете их оставлять в комментариях. И до встречи с вами в новых уроках продолжения данного курса. Занятие провела Елена Викторовна на канал OK English. Wish you all the best in your studies. Bye-bye. Speaking of Ben, have you seen him recently? 4. Speaking of bicycles, China is called the Kingdom of Bicycles. Dialogue I can't wait until Valentine's Day. Speaking of Valentine's Day, how's your girlfriend? She's doing good. I took her out to dinner last night. Did you have a good time? Yeah. The food was delicious. Hey, speaking of food, are you hungry? Let's grab a bite to eat. That sounds great. Let's get some Chinese food.